Вот это Ислам. 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 Ислам – это религия, которая призывает к упорядочиванию, реформированию и восстановлению мирской жизни с помощью религии, а не к разрушению ее во имя религии. Ислам – это религия, которая призывает к сопереживанию безвредности, безопасности и миру для всего мира. В связи с этим священный Аллах говорит, «Ва ма арсална ка илля рахмата лин ааламин» «Мы отправили Тебя только в качестве милости к мирам». 40. Пророки, аят 107. Нам же надо пристанно рассматривать стопы Ислама, о которых упоминается в хадисе Джибрилья, мир ему, когда он спросил пророка Мухаммада, да благословите его Аллах и приветствует, сказав, «А Мухаммад, передай мне об Исламе, поведай мне об Исламе». Посланник Аллаха, да благословите его Аллах и приветствует, сказал, «Суть Ислама заключается в том, чтобы ты засвидетельствовал, что не божество достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад, посланник Аллаха, совершал молитвы, давал закат, соблюдал пост во время Рамадана и совершил хадж к дому, если сумеешь сделать это». Тогда мы осознаем, что эти столпы способствуют формированию умеренной личности. Когда человек свидетельствует, что Бог один без какого-либо товарища и что наш господин пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, его раб и посланник, стремится реализовать такое свидетельство путем послушания Аллаху и набожности. Созерцая этот вопрос, человек стремится выполнить приказы священного Аллаха, избегать его запретов и не приступить к границе дозволенного. Он не будет проявлять халатность при исполнении своих обязанностей и не будет просить свыше своих прав. Он также будет стремиться хорошим образом, следовав примеру пророка, мир ему и благословение Аллаха, и относиться к людям, так как он, да благословить его Аллах, и приветствует, относился на основании сострадания, милосердия, скромности и мягкости. Молитва, которая является величайшим столпом ислама, приносит рабу свои плоды, включая оберегание от мерзости и предосудительного, и следование по истинному пути, в результате чего мусульмане способны проживать в спокойствии и мире с самим собой и со всеми членами общества. Аллах Всемогущ, Он и Велик изрек, читай то, что внушен на тебе из Писания, и совершай намаз. Воистину, намаз оберегает от мерзости и предосудительного, но поминание Аллаха гораздо важнее, и Аллах знает о том, что вы творите. Сура Паук, аят 45. Кроме того, выплата заката имеет гораздо важные гуманитарные и религиозные значения. Это очищает душу от материальной привязанности, чтобы человеку стало понятно, что деньги – это средство, а не цель. Это дверь к взаимодействию и симпатии, и сочувствию, поскольку мусульманская община не знает ни эгоизма, ни отрицательности. Наша религия – это дарение, отдача, самопожертвование, самоотверженность и альтруизм, а не самолюбие, скупость и альчинность. Причем верующий – это великодушный и дарение, и дарение, и дарение, и скупость и альчинность. А те, которые жили в доме, то есть в Медине, и обрели веру до них, любя переселившихся к ним, и не ощущают никакой нужды к тому, что даровано им. Они отдают им предпочтение перед собой, даже если они сами нуждаются, а уберегшиеся от собственной алчанности являются преуспевшими. Сора собрания, аят 9. А на счет поста, то он контролирует мораль мусульманина, дарует ему богобоязненность, терпение и выносливость, а также внушает ему самосовершенствование и отказ от всего, что может навлекать на него гнев всемогущего Аллаха. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, пост является щитом. «И в тот день, когда кто-нибудь из вас будет поститься, пусть избегает всего непристойного и не кричит. Если же кто-нибудь станет бронить его или попытается завязать с ним ссору, пусть скажет такому, поистине, я человек, соблудающий пост». Пророк Мухаммад Мирима в благословении Аллаха также поведал, если человек не перестает лгать или поступать лживо и невежественно, то Аллах не нуждается в том, чтобы он отказывался от еды и питья. А что касается хаджа, то он является поведенческим и моральным обязательством и до, и во время, и после завершения всех ритуалов. Аллах сказал, Хадж «Хадж совершается в известные месяцы. Кто намеревается совершить хадж, в эти месяцы, тот не должен вступать в половую близость, совершать грехи и вступать в спори во время хаджа. Чтобы вы не сделали доброго, Аллах знает об этом. Берите с собой припасы. Но лучшим припасом является богобоязненность. Бойте же меня, а обладающий разумом». Сурак корова, аят 197. А также от Абу Хурайры, да будет довольный им Аллах, передается, что он слышал, как посланник Аллаха, Мениму Благословения, Аллаха сказал, «Тот, кто совершил хадж ради довольства Всевышнего Аллаха, несквернословия и не совершив ничего греховного и недостойного, вернется домой таким же, каким был он в тот день, когда его родила мать». Таким образом, все столпы ислама оказывают доброе воздействие на общество, что помогает распространить безопасность и мир. «Кто тщательно размышляет о нашей истинной религии, тот понимает, что эта религия – доброй морали, а ее послание пришло с теми, чтобы усовершенствовать благородную нравственность». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Воистину, я не спаслан для того, чтобы довести до совершенства нрав». Так, где есть правдивость, верность, честность, праведность, поддержание родственных связей, благодеяние, щедрость, спасение других, великодушие, мужество, оказание помощи бельствующим людям, избавление людей от печали и страдания, проявление мягкости к животным, там и есть истинный ислам. Несомненно, понимание сущности ислама, знаний и секретов его благородного послания, размышления над его благородными целями и задачами, и применение всего этого в свете современных событий и требований является насущной необходимостью, чтобы противостоять нынешним вызовам, сдерживать террористические и экстремистские группы, осаждать девиантные мысли, разрушать круги окаменения, замкнутости, недопонимания и узких взглядов, с целью вступить в более просторный, зрели и сознательный, дальновидный мир, а также удовлетворить интересам страны и народа, распространив высокие человеческие ценности, направленные на обеспечение безопасности, спокойствия, мира, стабильности и счастья всего человечества. Одна из самых важных обязанностей и актуальных задач, которые должен выполнять каждый мусульманин, это показать всем людям аспекты величия исламской религии, чтобы весь мир осознал, что ислам является религией мира, призывает к нему и придает ему большое значение. Ведь мир — это одно из имен священного Аллаха, кто говорит «Он Аллах, и не божество кроме Него, властелина святого мира». Сурасобрание, аят 23. О приветствии в исламе это мир. В Священном Коране говорится «И не говорите тому, кто приветствует вас миром, ты неверующий». Суражинщины, аят 94. Да и приветствие райских людей в райском мире — это мир. Священный Аллах сказал «Ангели будут входить к ним через любые врата. Мир вам, за то, что вы проявили терпение. Как же прекрасна последняя обитель». Сурагром, аят 23-24. Посланник Аллаха да благословите его Аллах и приветствует, завершив намаз. Трежде просил прощения у Аллаха, а потом говорил «О Аллах, ты мир, и только от тебя мир. Благословен ты, обладатель величия и великодушия». Ислам — это религия, которая сохраняет достойность человека, запрещает злословие, сплетни, зависть, ненависть, презрение и вред всякого характера, словом и делом, мимикой и жестом. Аллах сыма буш'уни филики зриок «Я أيها الذين آمنوا لا يасхар قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. ولا تلمزوا أنفسكم. ولا تنابزوا بالألقاب. Бئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. وَمَلَّمْ يَتُبْ فَاُلَيْا إِكَهُمُوا بُعْلِمُونَ А те, которые уверовали, просто одни люди не насмехаются над другими, ведь может быть, что ты лучше них. И просто одни женщины не насмехаются над другими женщинами, ведь может быть, что ты лучше них. Не обижайте самих себя или друг друга и не называйте друг друга оскорбительными прозвищами. скверно называться нечестивцем после того, как уверовал, а те, которые не раскаются, окажутся беззаконниками. 40-11. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах, и приветствует тоже изрек, кто бы ни направил острие на брата по вере, даже будь он, его родной брат, того проклинают Англией, пока тот не отведет его. Пророк Мухаммад, мир ему, благословение Аллаха, запретил нанесение удара по лицу или клеменение лица. Сообщается, что когда пророк, мир ему, благословение Аллаха, увидел ослика с заклемененной мордой, он сказал, да проклянет Аллах того, кто заклемил морду этого животного. Передается, что один из людей, обращаясь к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, спросил, а посланник Аллаха, об одной женщине известно, что она много молится, много постится, в больших размерах выплачивает милостыню, однако же она наносит боль своим языком соседям. Пророк, да благословить его Аллах, ответил, она в адском огне. Пророк Мухаммад, мир ему, благословение Аллаха, также поведал, кто уверовал в Аллаха и в судний день, тот не должен причинять вред своему соседу. Пусть тот, кто верует в Аллаха и в судний день, хорошо принимает своего гостя. Пусть тот, кто верует в Аллаха и в судний день, говорит благое или молчит. Вот что я хотел бы сказать, я прошу Аллаха прощения и для меня, и для вас. Хвала Аллаху Господу миров, мир и благословение печатей всех пророков и посланников, нашему господину Мухаммаду, его семье, сподвижникам и всем, кто посидовал за ним вплоть до судного дня. А мои братья в исламе, пророк Мухаммад, мир ему, благословение Аллах, закрепил терпимое учение, великодушную мораль и благородные ценности ислама в сердцах своих сподвижников, пока это не стало для них образом жизни, по которому вели себя и сосуществовали со всеми людьми. Вот это Жаффар ибнаби Талиб, да будет довольним Аллах, стоит перед Наджащей, царем Аббисини, объясняя и показывая кое-что из этих ценностей и морали, изощренными способом и уверенными словами, говоря, «Отцар, мы были невежественным народом, поклонялись идолам, ели мертвичину, творили грехи, не поддерживали родственных связей, не уважали соседей, а сильный из нас уничтожал слабого. В таком состоянии мы и пребывали до того, как Аллах не спасла нам своего посланника из нашей среды, честность, правдивость и целомудрие которого нам хорошо известны. Он призвал нас к Аллаху Единобожью и поклонению только Ему одному, а также к отказу от поклонения камням и идолам, которым ранее поклонялись мы и наши отцы. Он повелел нам всегда говорить правду, быть честными, поддерживать родственные связи и добрые отношения с соседями, не совершать недозволенных действий, и не проливать ни напрасно кровь. Он запретил нам непристойности, говорить ложь, отпирать деньги у сирот и поручить целомудренных женщин. Он повелел нам поклоняться одному Аллаху, ничего не приобщая к Нему, совершать намаз, выплачивать закат и поститься в месяц Рамадан. Настоящий мусульманин не льет, не обманивает, не предает. Настоящий мусульманин – это тот, кто не причиняет людям вреда ни языком своим, ни руками. А истинный верующий – это тот, кому люди доверяют свое имущество, души, честь и кровь. Настоящий мусульманин – это тот, кто словом и делом проявляет нравственность ислама, придерживаясь в своих отношениях к людям добра и благочестия. Так, если бы мы хотели установить истинное определение настоящего мусульманина, мы не нашли бы хорошего и универсального определения, такого, какое дал пророк, мир ему и благословение Аллаха, который сказал, «Не сообщит ли вам о верующем? Это тот, кто, это тот, кому люди доверяют свое имущество и души. Мусульманин – это тот, кто не причиняет людям вреда ни языком своим». Мусульманин – не руками. Муджахид – это тот, кто борется со своей душой ради покорности Аллаху, а Мухаджир – это тот, кто оставляет проступки и грехи. Воистину, ислам – это послание человечности, мудрости, терпимости, милосердия, великодушия и гибкости. Ислам призывает к единиству и объединению, а не к расколу и разъединению. Ислам – это полноценная справедливость, милость, толерантность, мягкость и человечность. Все это достигает таких возвышенных целей и является неоттемлемой частью Ислама. А все, что сталкивается с ними или противоречит им, сталкивается с Исламом и противоречит его целям и задачам. О, Аллах! Укажи нам путь к наилучшим нравственным качествам, ибо никто, кроме Тебя, не направит к ним. И лиши нас дурных качеств, ибо никто не избавит от них, кроме Тебя. А милостивейший из милостивых защитит Египет, его народ, армию и полицию от всякого зла и неприятностей.